Чуваши у истоков фестиваля стоял, был такой человек, к сожалению, Юра Петров его звали, он где-то годика три назад, к сожалению, помер. Вот он стоял у истоков этого фестиваля, то есть фестиваль начался с того, что к нам начали приезжать наши казанские друзья, тогда это были Муравьев, они сейчас Боков, Валера, они сейчас живы, слава Богу. Вот Боков, Валера, несмотря на его 75 лет, к нам приедет после покорения очередной вершины, все по горам ходит, я думаю, что он расскажет, и рассказ его будет интересен. Только буквально на днях он приехал, я ему звонил в Казань, он с радостью. Он является в последние, наверное, 5 или больше лет, он является несменным председателем жюри конкурса нашего фестиваля, потому что в рамках фестиваля у нас всегда проходят конкурсы. Первый день у нас идет прослушивание, с часа до четырех у нас есть хорошие призы, которыми дипломами мы награждаем. И, кстати, могу сказать, что стать лауреатом нашего фестиваля весьма почетно. И некоторые говорят, что некоторые даже становятся на Грушинском фестивале лауреатами, а у нас не становятся, потому что у нас достаточно такое жюри, весьма принципиальное и требовательное, потому что мы всегда идем в рамках традиционной бардовской песни. Классика. Классика, да, у нас. Каждую среду у нас прослушивание, мы клубом собираемся, и вот у нас было, сколько человек, 5 прослушивалось на местных. Сейчас подали заявки, уже официально подали заявки, к нам приезжают из Москвы несколько человек, насколько я знаю, из Санкт-Петербурга девушка хочет к нам приехать, из Нижнего Новгорода. Звонил клуб из Ишкаралы, там есть тоже клуб такой, называется «Четверг». Они тоже хотят принять участие, они традиционно к нам приезжают. В общем, я думаю, что у нас будет конкурс состояться в любом случае, и будут интересные авторы. И 10-го числа, вот как раз у нас гала-концерт, и мы предоставляем лауреатам и дипломатам право выступить вместе с мэтрами бардовской песни в одном концерте, чтобы они заявили о себе и показали свое творчество. Многие, кстати, известные барды впервые стали лауреатами именно на нашем фестивале. Есть такой замечательный автор, в основном музыку пишет на хорошие стихи. Это Дмитрий Бекчентаев. К сожалению, в этом году он не сможет приехать, у него гастроли в Америке. Так вот, он всегда с гордостью говорит, в первый раз я стал лауреатом именно на Чебоксарском фестивале. Всегда вот он это говорит с гордостью. И с этого началось его вот такое вот как раз... Восхождение. Восхождение по бардовской песне. Да, то есть поэтому он всегда с радостью и с гордостью говорит, что именно лауреатом. Поэтому у нас почетно выступить. И должен сказать, что те, кто к нам заявлены, вот это вот тоже могу так с небольшой только гордостью сказать, что те, кто приезжают и заявлены у нас гостями, никогда не было каких-то таких вещей, что они отказывались нам приезжать. Больше может приехать, но меньше никак не может приехать. Помню даже случай, это было года три тому назад, к нам приехала бардесса, кучер, да. У нее вообще она упала, у нее были сломаны ребра. Она случайно где-то там упала, и она была буквально в корсете. И она уже думала ехать, не ехать, кому бы замену, но сказала, нет, все равно поеду. И вот представляете, она в корсете, бедной же, со сломанными ребрами. Еще и пела, еще и как пела. То есть вот даже такие, скажем так, жизненные ситуации все равно не позволяли никому не приезжать. Потому что считается, вот как бы зачаившись, приехать сюда в гости. А у нас ходят очень хорошие, как бы такие рассказы. Ну, к нам приезжает давно, к нам приезжает такой замечательный автор Анатолий Киреев из Челябинска. Он живет в Челябинске. Вот, он не был у нас уж больше 20 лет. Вот, пожалуй, вот такой достаточно. Виталий Харрисов к нам приезжает, тоже из Казани. Вот, но это он каждый год приезжает. Это наш замечательный друг. Приезжает к нам из Москвы дуэт, который у нас ни разу не был. Это Христианова Григорьев. Вот, Григорий замечательный гитарист. Она замечательно поет песню. Вот, они в первый раз приезжают к нам. Поэтому мы будем рады. Мы хотим людей приглашать, чтобы в первый раз, чтобы какие-то открытия были. Замечательный ансамбль «Меридиан» приезжает к нам из Нижнего Новгорода. Ну, и еще дополнительно к нам, вот, точно еще неизвестно, но я думаю, что это будет таким определенным сюрпризом для наших слушателей. Те, кто к нам приедут. Ну, в любом случае, обещаю, будет интересно. В этом году впервые попробовали новую схему проведения фестиваля. Обычно мы проводили два дня, у нас были такие, как бы, концерты, суббота и воскресенье. В этом году мы в субботу, 9 числа, делаем только сольный концерт Киреева. А остальные люди, они разбиваются по разным площадкам. То есть, ансамбль «Меридиан» будет выступать в 40-й школе бесплатно. Ну, еще и наши ребята. Вот, потом в 7 часов тоже бесплатно будем выступать в одно из чебоксарских узов. Это будет МГОУ. Тоже для студентов и для преподавателей будет Валера Буков и московский дуэт, и наши чебоксарские ребята. То есть, вот, мы в один день делаем два таких вот благотворительных концерта для того, чтобы показать молодежи, что есть такое направление бардовской песни, потому что многие просто не знают, что это такое, потому что не слушали и вряд ли услышат. И мы, пользуясь таким моментом, когда к нам приезжают гости, мы их используем в этом году вот для того, чтобы популяризировать бардовскую песню для школьников, для студентов, для преподавателей. Вот, а гала-концерт там, где все вместе будут выступать, это будет вот как раз 10-го числа. Там все вместе вот такой хотим сделать праздничный гала-концерт. Это будет все ДК «Тракторстроители». Первый день Анатолий Киреев будет выступать в малом зале, потому что, так сказать, там 300 мест буквально, чтобы в такой теплой обстановке было. Ну и гала-концерт у нас будет в Большом зале, в ДК «Тракторстроители» днем в 13 часов. Вот, поэтому мы будем рады, если к нам придет публика, потому что публика у нас очень хорошая. Кстати, я должен сказать, что всегда наши гости отмечают, что такой публики, как в Чебоксарах, это они не льстят на самом деле, потому что у нас очень тонкая, понимающая публика именно бардовскую песню, потому что выросла вот именно она. в таких классических вещах. Поэтому все отмечают, что наша публика очень замечательно, очень тепло принимает.